поскольку это мама моя мама да у меня было давно желание сделать портрет но как-то вот делал наброски зарисовки вроде бы все нравилось но в то же время не совсем устраивало и плохо стала она болела я думаю тут надо поспешить пока она еще жива фотографии не все передает она только определенный миг схватилась а художник вот пока рисует он видит он видит смотрит созерцает натура она отвлекается может какие-то движения сделать такие да именно характерно для этого человека вот его движение какие-то взгляды вот просто наклон головы вот есть игру от если художника это понимает видит прекрасно старается это сделать что конечно вот желательно работать живой натурой почему меня это заинтересовал я люблю историю фактически основное основное моё творчество посвящено истории нашего края родником источником является неожиданно найдена оригинальная фотография боже мой как красиво компонуется как это все видишь представляешь как уже художник да как это все будет выглядеть в картине нас художника в принципе и немного и много кажется да но никто не занимается историей вот тем более это целина это же интересно какой-то свой след оставить да не только цветочки пейзажики рисовать вот именно показывать тот быт вообще я очень люблю 19 век это же золотой век культуры искусства музыки всего да и архитектура того времени вот эти храмы костюмы людей как одеты барышни господа вот эти все все это меня умиляет все это меня радует и вы приводит восторг его мама тейси дмитриевна говорила про эту работу а это та самая на которой окорочка нарисованы но я не знаю что это за он все время же рисовал какие-то миры то есть у него и в направлении его как живописи это так скажем области метафизики сюрреализма какого-то потом он уже для себя сам вывел такое как бы свое искустоическое понятие как мистический романтизм это вот как бы на самом ли притечи как вот то есть мистический романтизм у него появился уже такое название уже к после этой работы он при жизни может быть не особо был известен но он был довольно таки известен среди тех людей которые как бы фанатели от его творчества от него самого так то его работы по всему миру разлетелись всего четыре работы на серии пока и я их делаю на старых деревяшках чаще не просто на деревяшках она каких-то предметах быта старинных это корпус от иконы старинный и она валялась у меня в деревне в старом доме моего прадедушки где-то в углу ну и с мусором у меня в деревню такая такой лес был а в этом там остались деревья такие которые остались расти но они их получается мало и они вот выглядят странно немножко дом бомжа это некая искусственно смоделированная ситуация как будто вот дождь начинает ты на улице дождь начинает капать и тебе надо как-то ночевать как-то обустраивать важная составляющая этого проекта все сделать из говна и палок то есть минимально покупать что-то в магазине может быть скотч стоит только построить небольшой бокс и внутри него ну делай что хочешь это уже зритель который туда попадает тоже становится частью объекта то есть соответственно если у нас стоит дом дом бомжа то зрители которые туда залезли они согласны с тем что они в это время бомжуют то есть они прямо в доме бомжа и ты знаешь у нас на той выставке многие не заходили туда ну типа западло но хотя это просто из баннера в коробка да казалось бы чуть не зайти то здоровому здравомыслящему человеку но сама надпись перед входом что это дом бомжа это все капец но как при переезде из из дальнего востока в ижевск я не прекращал писать и мотивы пейзажные тюды и в голове все время сидела тема путины путины потому что я пережил это бывал на рыбалках побывать на дальнем востоке дальше на рыбалках вот путешествовал по путешествию от благовещевска до николаевска на море как бы волны какого цвета как эти зал за лодкой эти волны движутся ну вот и состояние неба воды это все соотношение так тоже в поисках этюды ищется вначале показалось шумно а потом я привык к это рабочий ритм шум и у меня начало очень нравится что что бодрое какое-то состояние рабочих людей им никогда не скучно у меня работа творческая я один мастерской у меня в той бодрости мастерской не бывает не всегда бывает а у них конвейер идет невозмутимо и все в этом ритме работают успевают общаться разговаривать домашние дела свои дела и производства делается и вот это взаимная дружная работа мне очень понравилось и я решил попытаться сделать картину гимн коллективному труду я пытался это передать как мог как всегда мне интересно было создать образ выразительный то есть если образ на живой и он как-то сложился то и сюжет не играет из игре никакой роли изображен царевич бавана сколько я могу предположить то есть это такой древний русский персонаж который встречается в луке и в прочих изображениях и и в этот царевич и вот это вот девушка они заключили некий такой композиционный союз в результате которого он спускает на нее выражаясь современным языком такой вот эзотерический может быть поток цветов а девушка она просто находится в состоянии задумчивости перед тем как заняться придением когда узнал что в удмуртии берет начало река великая река русская кама вот я устремился к ее истоку да и вот то что я увидел меня это очень как бы сильно впечатлило и и не только впечатлило но и создало осознание во мне что с этим что-то надо делать обустроить это место таким образом чтобы оно было значимо не только самим своим фактом существования но еще имела хорошую визуальную эстетическую культуру самое существенное как бы здесь сооружение это то что является непосредственно купелью не надо самими истоком значит реки а на первом прудике очень простая сооружение состоящая из трех шарнирных арок которые как бы являются бы очень жесткую такую конструкцию устойчивую и собственно все сооружение является мостом мостом через вот этот первый прудик можно насквозь пройти можно пройти к храму мне одним из моих сотрудников на работе были подарены лыжи но лыжи были подарены для того чтобы я отдал своим дочерям кататься но когда я взял в руки эти лыжи я понял что эти лыжи не должны работать на них они должны лицезреть на них лицезреть должны потому что лыжи были практически со мной одногодки даже старше получается 84 года на один год старше меня и как-то вот сложился такое как бы впечатление что можно сделать классную скульптуру с этими лыжами дать вторую жизнь минус 30 это вот как сказать мы если все помним из советского периода я вот тоже застал этот на улице минус 30 а мы не учимся но зато для нас какой же кайф минус 30 мы не учимся мы все на улице холодно морозно щеки красные а мы катаемся нам весело нас удовлетворяет вся эта погода жизненная ситуация классно напомню период когда он вообще делал это форты к этой книги мифы легенды и сказки удмуртского народа очень кропотливо у него такие работы с юмором я вот не могу без улыбки смотреть вот этот хозяин леса он же как мужик хозяйственный хозяин ведь леса хозяйственный он сидит на пне с лаптем он его подшивает делает лапоть и присматривать там за своими детишками которые как обычные дети на улице бегают но они по верхушкам деревьев бегают и даже вот эти вот все мифы он же из башкирии удмурт там удмуртские деревни их много там удмурты в башкирию бежали туда из удмуртии когда крещение началось и они там гордятся тем что они сохранили свой быт что не язычники это же пленэр там тоже знаете на пустом месте ничего не берется против да вот задача то на пленэре вот что таким обнаженным нервом просто вот воспринять что-то причем не что-то не что угодно а то что тебе интересно ну то что дает жизнь как-то и жить надо быть счастливым таким вот на пленэре и эта встреча это как на свидание идешь пришел и опоздал потому что тут уже вот вот оно состоял ты пока руки потираешь пока расставляешь или солнышко ушло или состоящее внутреннее состояние должно быть адекватно с натурой чтобы вот встреч это было свидание вот это специально для этой инсталляции мы разработали приложение музей с доставкой то есть мы продолжили наш проект который заключается в том что мы налаживаем мосты напрямую со зрителем и искусство приходит в дом в офис куда угодно куда зритель может пригласить и собственно это приложение оно позволяет перенести выставку в любое пространство карта удмуртии но карта удмуртии как бы разделенная на множество частей на самом деле частей 25 также как и районов удмуртии и в качестве графических маркеров своеобразного компьютерного кода мы взяли границы и таким образом границы районов превратились нечто вроде штрих-кода на который нужно навести телефон и увидеть выставку и смешанный лес это первая выставка возможно мы продолжим и появятся какие-то новые объекты в дополненной реальности в 2017 я съездил в Кес и был очарован этим снежным дождем на то время это был примерно конец декабря было там где-то четыре дня я очень облюбовался видами которые там увидел опять же это первая первая у меня такая полу реалистическая работа зимнего характера по какой причине я назвал полу реалистическая от того что ну не совсем она ну это объяснить сложно я внедрял туда с технической точки зрения она исполнена ну скажем так по принципу шершавой шершавого скольжения просто поверхность взял очень грубо заполнил ее там различными компонентами и поверх этого уже идут такие элилисировочные скольжения красочкой вот и то есть она и не совсем даже можно сказать правильно там понятно что материнский стол там национально какие-то моменты видны сразу когда человек зритель видит эту работу но вопрос то в том что нельзя здесь когда ты рисуешь когда создаешь художественную работу если художник ты не можешь исключать из своих задач главных задач это поэзия поэзия должна быть цвета поэзия содержания там вот я слава богу не впал в натурализм а все-таки я по-моему достойно все-таки вышел на на такой ну поэтизиат поэтизацию именно материальной культуры где нарисованы вот предметы своей красотой запахом и каким-то национальным колоритом каждый художник он наверное ищет какую-то свою тему в которой хотел бы раскрыться и вот тема Сарапова она для меня вот как бы такая основная и значит перед тем как вот написать эту работу я написал две картины достаточно самодостаточных фундаментальных таких больших тоже это же здание это дом земского врача Стрельцова такая деревянная архитектура 19 век в стиле модерн русский модерн наступила осень вот когда все краски которые необходимы были для наполнения картины они возникли ну как бы естественно и уже с натуры я закончил как какие-то такие завершающие аккорды получилось ну на мой взгляд очень содержательная выверенная и достаточно свежая по ощущениям картина эта тема мне очень близка потому что вот завод вот эта заводская башня цеха эти я их все прошел потому что я на этом заводе работал все это близко и работа с металлом она близка мне вот эту тему я и хотел отразить то есть первые наши оружейники еще 1808 году создали вот первую винтовку кремневую то есть ружье которая стреляла там на 300 шагов один выстрел в минуту был у нее тяжелое было пять килограмм почти весело но в то же время 1812 году первое отечественное ижевские мастеровые уже выдали шесть тысяч таких кремневок работа возникла вперед то есть не возникла вернее она была закончена окончена в период пандемии в период карантина двое влюбленных мужчина и женщина они вот настолько стали близки друг другу и друг для друга что они уже представляют единое целое и стали вот этим самым целым вот и в данной работе они то есть идея единения противостояния холодному и равнодушному равнодушной среде обитания большого города стал понятным для меня и стал необходимым просто для меня образ пластический образ губ как символ чувственного начала в человеке это очень остро возникло почему еще потому что ну вот все все были скрыты под масками медицинскими да в период вот этого карантина и мы видели только глаза губ мы не видели а то есть самая чувственная часть человека человеческого лица это как раз губы но акварельная работа у него достаточно удачные достаточно удачные вот даже тут посмотрите значит всего цвет белый и черный и настроение есть и в то же время есть тут как сказать и видение деревенской и то что старинное село такое вот посмотрите тут лодки вытащены на берег это речь идет о том что значит здесь поблизости река но здесь в свое время по моему во времена Демидова насколько я знаю здесь был значит железоплавильный ну уже сталиоплавильный завод здесь какие-то останки остались остатки этого но значит уже они как сказать не шибко заметны вот но тем не менее вот это село достаточно старое я стал думать мучительно как же все-таки создать то его стал наблюдать за ним и мы с ним разговаривали на тему композитора как бы вот чтобы если я создал портрет что все-таки там был композитор а не просто человек и он видимо вошел в образ как-то что я сказал вы пишите музыку какую-то когда стоите и он вот стал писать музыку внутри себя поскольку партитура стояла у него на рояле написана какая-то там была музыка но когда я сделал все вот эти линии которые требуются для того чтобы наносить им свои знаки я просто попросил Александр Германович напишите пожалуйста своей рукой вот на этих линеечках какую-нибудь там мелодию вам дорогую любимую и он любезно согласился и это сделал Эта работа одна из серии серия называется деревня Шехстанка это наша Удмуртская деревня работы выполнены как бы разных сезонов то есть есть деревня Шехстанка зимой есть осенью есть летом данная работа сорока она представляет собой осень я вообще очень люблю яркие цвета хотя можно сказать Удмуртия с яркими цветами редко сочетается но я видимо сам по себе человек такой мне хочется раскрасить мир наш серый цветами можно сказать тропическими цветами ну вот в каждой серости в каждой в буднях мне хочется найти праздник и поэтому вот все мои работы скорее направлены на цвет на раскрашивание на раскрашивание серых будней с душевную работу то есть восприятие тепла и лета которого нам так не хватает с этим летом которое прошло декоративный реализм так я бы сказал свой свой ход потому что там есть и и наслоение шагала вот и свое это восприятие вот и переработанное дает интересные эффекты конечно развитие идет города как основы вот и мы меняемся вместе с архитектурой среда воспитывает вообще-то художника ну не художника любого человека а среда меняется лучшую сторону понимаете раньше были бараки а сейчас уже современные здания так что и дух поднимается а родное живопись это никуда не идет это мое это восприятие и изображение так что такие дела ну это в общем-то одна из задач скульптора это не спрятать материал то есть если ты делаешь из дерева пусть это остается деревом не до такой степени что буратино и я работал с натуры работал в данном случае это мой дядя я не символист какими-то символами не занимаюсь то что он он снял шапку но для меня это так же элементарно заходишь в любое здание ты должен снять шапку садишься за стол ты христианин ты должен ты обязан снять шапку это даже не обсуждается приветствие мужицкое приветствие мы всегда здорово то есть для меня это как-то естественно поэтому вот я не знаю почему так это такая скажем сложная уникальная техника акварель алиприма ее называют али акварель по мокрому по сырому сложность в том что готовится лист бумаги он сырой и ну как бы работу нужно нанести 20-30 минут и это все исправить ее нельзя потому что не будет такой воздушной прозрачной какой-то мягких переливов тонов вот эти работы у него они в основном такие как бы семиминутные закат восход там туман то есть их невозможно скажем больше срисовать с натуры то есть у него была очень хорошая зрительная память и поэтому выходил например утром рано утром вставал там по грибы куда-то шел смотрел смотрел а потом уже зарисовывал то есть это просто фотографическая память которую он потом переносил и пытался уловить вот эти как сказать эти минутные состояния которые очень сложно поймать просто в принципе человеку в июле поле люпинов то есть красота благодать в поле писать не получилось то есть решил такой букет уезжал из деревни и набрал этот букет быстрее сюда сразу в мастерскую быстро поставил в ведро то есть собственно говоря добивался знака добивался знака какого-то орнамента вот то что вообще в принципе я в работах добиваюсь уловить вот эту остроту показать какую-то чтобы в работе была острота восторг будоражила вот эта вот острота и чтобы она как-то не отпускала зрителя полно ну как бы вот чтобы зрителя все время тянуло к ней как бы вот ну вот это как сверхзадача такая во всей истории искусств это не первый так очень много таких художников которые вот так изображали и в живописи такие работы есть ну и мне то вот тоже захотелось вот попробовать как у меня но мне именно вот из камня понравилось камень твердый и он не дает такого подхода к нему что его так быстро не сделаешь его и поэтому она не дает делать лишнего что ли а когда дерево можно и перерезать и что быстрее и быстрее она мягче все равно сопротивление меньше а камень он как бы держится и более такой и получается ну продуманная работа что ли там больше думаешь 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 подход к скульптуре всегда лаконичность и я захотел сделать лук абсолютный чтобы он был сделан поэтому после лука на лопате думаю ну стыдно же тебе заниматься всякой там ерундой из гипса отливать лук еще что то напишу-ка я лук настоящий как живопись да я начал просто делать такую своеобразную историю искусств в луке такой формальный подход меня поначалу не интересовала суть меня интересовала форма за формой пришло понимание и суть когда я начал размышлять а почему это со мной происходит в луке очень много нашего российского луковицы церквей да желающий думать желающий искать в этом найдет столько много смыслов и интересов для себя можно просто всю жизнь посвятить луку и только о нем рассуждать это вот такая может быть дзенская даотская тактика говорить о малом и поймешь очень большой я представляю маленький диптих из двух картиночек значит одна картиночка и вторая картиночка они связаны с колорадским жуком и значит я ежедневно собирала этих жуков и я думала так я подумала если я буду целый день под жарой собирать этих жуков что со мной будет я устрою себе такой перформанс длительный и устроила и после этого возникли вот эти картинки это все как бы специально непропорционально большой колорадский жук который пол неба занимает вот эти колорадские жуки в кастрюле съесть их что ли ну что с ними делать их так много задумалась вот эта героиня в красном платье в красном платке я хотела задать ритм тут три тут два человека ритм вот таких вот загнутых вот этих вот скрюченных женщин которые в беспрестанном труде находятся и что с ними делать сварю-ка я суп или кашку из этих колорадов что меня волнует в природе то я и пишу ну как всякий как всякий творец так сказать уже последние дома остались в этой деревне вот они живут там своей жизнью совершенно отделенные от от общества от всего она общество им просто не нужно они интересные такие люди у них тут коровы голоси там все все они полностью обеспечивают меня это очень заинтересовало и взволновало как то думаю я бы с удовольствием пожил там но это ведь бред просто это мечтал но это неосуществимо во первых я бы там не ужился вот а они не уживаются в таком обществе в котором я живу необычный просто портрет потому что портрета много скульптур картины писали меня интересовал не просто человек вот как фотография а образ образ конструктора ну скажем фанатика вот одержимого человека вот создающий нечто в обрамлении как святой так сказать ним вот это оружие вот это его жизнь это его судьба и он всю жизнь этому посвятил и поэтому все все у него в глазах и все движение его и даже волосы все это я видел как-то именно направлено к одной цели творить вот то что он никто до этого не сделал и он как сам говорил если кто сделает лучше я пожму ему руку это известная фраза я сформировалась на достоевском в том числе он был моим любимым писателем и очень сильно повлиял на меня к этой конкретно к этой картине я подошла с точки зрения того что ну наше отношение к отношениям да между мужчиной и женщиной формируется с детства основываясь на родительской семье на социуме на книгах на журналах каких-то ну какой-то литературе и достоевский как раз он играет очень большую роль в формировании представления о том какие отношения и какие они могут быть должны быть и так далее то есть он описывал свое время но мы читаем сейчас и понимаем что ну то есть вот то что происходит сейчас это сто процентов то что он написал вот эти старые здания они несут какую-то энергетику такую свою вот когда смотришь хочется так окунуться и представить что же было как там было когда это было новое что это и ты себе представляешь и как-то вот ну проникаешься что-то там вынашиваешь в себе и вот в течение и зимы зимой оно такое осенью другое вот этот кирпич замшелый он такой повидавший виды уже и постоянно я смотрела с разных ракурсов на солнышке в пасмурную погоду и подсозрела для того чтобы думать дай-ка я попробую она родилась очень легко очень быстро на таком подъеме она ну возможно не похожа на мое остальное творчество но в целом я довольна своим результатом вот вот без живой природы никак художнику нельзя особенно такому как вот мой муж потому что надо глаз напитывать он так говорил причем очень интересно он очень много фотографировал вот знаете вот я бы мимо прошла вот он вот красоту видел вот в любой травинке сухостоя во всем и вот ему нужна была обязательно живая натура причем он фотоаппарат сначала черно-белый потом вот цветной уже не выпускал из рук и вот напитывался вот этим ну вот и насчет мастерства вот как у него принцип был такой нужно натуру полюбить и вот я сама в его картины влюбляюсь много картин у меня посвящено моему детству ну как может быть детство без без воды без реки да это две группы светлые гуси и темные гуси я в детстве даже пастушил гусей знаю вот как они ведут себя ну гуси в то же время это священная птица от муртов да вот и к этой птице особое отношение с этой птицей много мифов всяких сложена ну как бы две противоборствующие силы а третья сила идет бежит вот на переднем плане леса две силы дерутся и вокруг ничего уже не видят не замечают а третья такая опасная сила рядом бежит рядом с яичкой растет трехсотлетняя сосна которая знает много тайн история такова молодому неженатому парню отец построил дом и умер кстати спивающихся холостяков в деревнях много живет так же как и незамужних женщин в городах от паленой водки сын заболел спасти не удалось умер затем родственники продали дом в другую деревню а за бывшей усадьбой стояли высокие по сути мертвые без листьев тополя протягивая вверх сухие ветви В Ульяновской области это моя малая родина вот и там поработал я делал этюды многое наблюдал рисовал и пока до сюда приехал по этим всем работам сделал несколько работ это одна из этих работ которые там были сделаны это трава цветы осенние августовские и вот сама поэзия вот этого вечера она конечно меня очень сильно ну и поразило и захотелось мне это передать по технике это акрил с небольшим применением масляной пастели легкая такая протирка масляной пастели которая дала интересную фактуру и интересные масляные подкладки которые были сделаны акрилом снизу как бы подсвечивают и получается вот такой интересный эффект название самой работы рождение воды потому что бык это олицетворение воды в удморской мифологии вот есть такая загадка еще бык уходит шкура остается это уходящая весенняя вода и лед который остается поскольку все живое вышло из воды то есть вода это как основа жизни с мифологией я столкнулся в конце восьмидесятых в начале девяностых годов и постепенно втянулся потом институт языка и литературы стал моим практически вторым домом я ходил к археологам ходил к лингвистам ходил к историкам ну а что такое мифология это наша жизнь ведь все что происходит это формула жизни там спрятана через иносказания через булины через легенды какие то вот просто втягивает Михаил Евгеньевич Драгунов это знаменитый конструктор оружейник представитель династии Драгуновых это сын Евгения Федоровича Драгунова всегда интересный собеседник всегда своим интересным мнением хотелось написать именно портрет представителя технической интеллигенции коренного ежевчанина то есть ум честь совесть России Удмуртии то есть на таких людей хочется равняться на данном портрете я его как раз изобразил постарался изобразить в его обычной позе когда он беседует ну скажем преподает ручка у него часто в руке боковое освещение оно в традициях академического классического портрета оно лучше всего подчеркивает объем ну и в общем-то и стилистика живописи такая же продолжается я бы сказал ажиотаж вокруг этого черного квадрата и как бы уже он со всех сторон вот эта вся шумиха меня это уже стало раздражать что ну сколько можно в общем-то я создал решил сделать вещь чтобы сказать что у меня есть другой взгляд на эту работу и я хотел чтобы и другие люди тоже посмотрели на вещь вот именно вот этим трезвым здоровым взглядом на эту картину что в принципе она может идти как вещь конструктуальная но не как вещь изобразительного плана потому что там изобразительного ничего нет если черный цвет означает конец смерть вот то белый свет означает начало жизни то есть вот я и хотел показать что надо ориентироваться на белый свет а не на черный над образом Азина с юности работал а эту вещь он написал в семьдесят первом году где-то ему уже было сорок пять лет вначале Азина он трактовал как мученика то есть которого белогвардейцы схватили и повели к виселице вот по композиции он даже напоминал казнь Зои Космодемьянской потом он решил вот трактовать как героя как рыцая и выбрал такую позу меня даже удивило что он пошел не совсем таким путями на уровне бытовом что ли за него сзади висит карта которая реально фактически не могла быть для Азина то есть во всю стену это были другие времена но там для того чтобы подать образ как можно более эффектно монументально он сделал вот такой фон я их как воспринимаю вот что Петр Ильич Чайковский что Василий Макарович Шукшин это одни из немногих так сказать деятелей российской культуры я имею ввиду российской если дореволюционной послереволюционной но единое как бы поле вот этой культуры который носитель культурного кода их очень немного и на этой высоте такой нравственный духовный очень трудно быть тут нельзя притвориться это или есть или нет это в принципе божий промысел можно хорошо работать в профессии там быть литератором прекрасным в жанре там повести романа можно там композитором художником но это вот это отдельная судьба вот через них как бы народ познает себя это судьба и ответственность большая вот эти политические передряги вот эти смены парадигм политическая она в общем то не влияет на такую вот большую историческую жизнь народа и страны это это все приходящее уходит приходит одна из серий у меня идет посвящена как бы как бы как бы городским мотивам но это не в буквальном смысле изображение фотографическое это образы городов сначала я назвал это позднее годико потом ранее потом назвал старые стены я люблю переименовать свою работу ну что такое старые стены понятно старые стены как правильно те которые сохранились они старые крепкие надежные но они уже сыпятся уже надо что-то новое вот где-то в этом контексте но они неплохие они красивые чаще всего вы смотрите мы какую оставим после себя архитектуру бетонную чтобы когда она разрушается она безобразна а вот античные здания когда они полуразвали но еще красивее становится да как вот осенний букет как осеннее дерево когда оно в золоте оно еще красивее чем зеленое вот когда мне задают вопросы я говорю я художник мое дело изобразить вы разбирайтесь закрытый портал то есть это некое окно некая мембрана в другое измерение в другие миры то есть такие фантазийные миры вот и они не связаны с каким-то сюжетом просто каждая картина она связана с каким-то культурным слоем но вот этот проект открытый портал и закрытый портал он связан с культурным с древними культурными слоями визуальными еще характерная особенность этих картин то что у них нет верха и низа то есть это пространство в котором нет верха и низа вот то есть это некое другое пространство и эту картину можно демонстрировать экспонировать как вертикально, так и горизонтально, поэтому фигуры расположены как бы по кругу. У нас все связано с мифологией, с природой, то есть священные деревья, сосна, береза, ель, и все связано с лесом, поэтому такая легенда есть, такая лесной человек, поэтому мне пришла в голову такая идея изобразить лесного человека, хозяина леса. И человек, он по росту, наверное, заметили, что по росту деревьев, то есть, ну, в природе такого не бывает, конечно, но он как в то же время, как и великан, как бы такой. Такой вот хозяин леса идет, он идет, и все звери его узнают, к нему приходят, он общается с ними. Ну, сначала эскизы, карандашные, разные варианты, цветовые разные искал, в том числе и цветные. Остановился на этом. Вообще методика, то есть этот человек просто, он просто трудяга, вот он с утра до вечера, он сначала в одном месте, а потом освещение меняется, он в другом месте делает, да, там, другую картину. И так вот несколько дней, раз, там, две картины, там, готовят. Мастерство исполнения, да, и такая, такая бы, как бы сказать, лихость, что ли, он так написан, как будто, знаешь, вот, эх, ну, я даже не могу это объяснить, вот эту степень вдохновения, когда вот, там, кисточкой, вот такой вот просто, вот все это, без деталей, ну, смотришь, ну, да как же так-то, это же волшебство просто, ну, да, да, и диву даешься, ну, как же, вот художник был тут рядом и как-то. У нас кто более или менее значим, тех в дальний угол обычно, чтобы не мешались. И он всю жизнь на худографии проработал ассистентом, то есть даже, даже не дотянул до какого-нибудь, там, преподавателя кафедры. Вот. А мастер замечательный. Ну, то есть, все равно автопортрет, он, как бы, если он удачный, он пишется уже в какой-то, ну, определенный этап, как бы, творческого, да, как бы, этапа, как бы. Это тут вот молодой художник. Молодой художник, закончивший художественно-графический факультет, приехал, скорее всего, на родину к себе, на этюды, на зимние каникулы, вот, себя изобразил на фоне храма Костромского. Ну, что, папа у нас родился в городе Кострома, на Олге, закончил художественное училище в этом же городе. После училища, вот он и со своим другом, не помню его фамилию, вот он его позвал, говорит, надо, говорит, ехать сюда поступать. Вот. Так он здесь и оказался. Тут нашел нашу маму, тут родились мы. Так все и сложилось. Это цитаты, цитаты с древних мифов греческих. Это легенда о Троянской войне. Ну, за основу взята, хотя идея-то, она, может быть, она больше, глубже, шире. Это, в принципе, о жизни, о любви, о искусстве. Это, как бы, человек перевоплотился в коня, зашел, победил. Это же вот обман. Да, все искусство у нас обман. Искусство – это что такое? Это иллюзия. Ты делаешь на плоском листе бумаги иллюзию объема или еще чего-то, каких-то эмоций. Это обман. Это все шоу. Все дело в качестве художника. Как он врет. Убедил он своим враньем или нет? Здесь даже вот нижняя часть – это тоже вот мой автопортрет. Вот, если вторая нижняя половина, то я лепил себя. Как у Льва Толстого в «Я не эмире», как бы, тоже там было раньше так название, то есть, как бы, обозначает вообще весь мир, космос. Это эстамп, это печатная графика. В данном случае это отпечатана подложка от мишени из стрелкового тира. То есть, по сути, я здесь ничего сам не привнес. Я просто взял и отпечатал фрагмент тех отходов от стрелкового тира, которые нашел на помойке у музейного комплекса «Калашникова». Мишень, в которую стреляли люди со всего мира, приехав на экскурсию в город Ижев в течение какого-то времени. То есть, каждая дырочка – это отпечаток чьи-то, как бы, чего-то выстрела. И в этом плане, как бы, эта работа, она собирает как раз вот этих всех людей, как бы, вот здесь в одном месте, как бы, в одной работе. Я, вот как по своему творчеству, конечно, представитель Екатеринбургской, ну, Уральской школы ювелирного искусства, где главное – это камень, материал. То есть, ну, Урал – это каменный край, там это хозяйка Ледной горы, там всего много, ну, все это там есть. Это вот материал, он фактически диктует автору то, каким окажется произведение. Я на ярмарке как раз в нашей галерее купил вот эту раковину. Надо, ну, вот если сказать о материале, интересно. Это ископаемая раковина Белемнита, у нее возраст 18 миллионов лет. Когда вот мы рассказываем про работу, ну, работа, зритель встречается с работой, автор там ничего не рассказывает. Там он один на один с этой работой, ну, название, и у зрителя возникают ассоциации. Если у зрителя без всяких комментариев эти ассоциации возникли, вот тогда, значит, ты сделал хорошо. Если нет, ты там ничего никому рассказать не сможешь. И никто, это должно работать само. Вообще, тема Луны очень знаковая для художника, потому что она проходит такой вот, как бы, красной нитью через все его творчество. И поэтому это не какая-то конкретная Луна и не какое-то конкретное, допустим, впечатление о ней, а это такая вот синтез вообще всех Лун, возможных Лун. В деревне очень любил смотреть на Луну, когда не было никакого искусственного освещения. То есть это либо природа где-то за городом, ну, или деревня, где нет как бы освещения. Потому что Луна, она его всегда притягивала как некий такой космос. Космос вообще он очень любил, вот эти тогда, в 90-е годы, все вот эти разговоры про НЛО, про все. То есть они были таким, каким-то модным. Он очень, как раз в тот период, я помню, мы вместе смотрели фильм «Солярис» Тарковского. И он, как бы, тоже ему вот эта вот тема космоса вообще, тема какого-то иного мира, она его всегда очень привлекала. И в Лунах его это чувствуется. Раньше там все фонтаны были. Вот один из фонтанов, вот они мишки белые остались из тех. А раньше во дворах все фонтаны были, и все они были действующие. Я рос в этих дворах, детство мое прошло. Поэтому эта работа как бы своеобразная, такая ностальгия по моему прошлому. Вот часа четыре, наверное, стоял. Люди подходили, тут даже кого-то знакомого встретил еще, который учился в школе. Вот, разговаривают, им интересно это все было. Зимний вариант – мишки белые, да? Ну, полярный как бы, да, белый медведь. И как бы ближе к зиме. Хотя у меня задумка и написать вариант летний. Восстановить вот фонтаны работающие, вот, восстановить деревья, которых тут не стало уже. Тут все липы были, очень много, скамейки стояли. Очень уютное место было. Такого не было момента, чтобы мы переставали рисовать, потому что рисовали постоянно. И во время варки кофе, и во время всего тут раз отбросишь, попил, тут же нарисовал что-то. Ну, вот, эта работа, довольно я, потому с нею, она не характерна, не для выставки готовилась. А между делом и начать, и закончить. Идея вот пришла, всегда как бы размывается, когда у меня вот такой характер, что мне нужно тут же сделать. Я не успокоюсь. Просто даже вот правильнее сказать, что идея появилась, зацепила что-то меня. Я решил это сделать. Пока я не сделаю, у меня душа не на месте. Оттуда, собор Александра Невского, ну, как бы, шпиль только виден. В хорошую погоду, ясно. А я его вот взял, укрутнил, как бы. Главное-то ведь не изобразить так, как оно есть вот на самом деле. Для этого вон, фотоаппараты есть, вон, море там, пришел, сфотографировал. То есть, образ создать, ну, и для создания этого образа что-то убираем, что-то там увеличиваем, добавляем, может быть. Ну, по минимуму, чтобы все равно, чтобы узнаваемо было, да. Ижеск-то, ну, в моем-то творчестве, вот он как раз уходящий. То есть, он вон, как строится активно, да, там. Лельеф города вообще меняется. С каждым днем там появляются, растут дома. А вот эти вот места такие вот, уютненькие, те, которые были вот именно сердцем города, душой города, они-то исчезают. А город Ижеск возвращается в обычный индустриально, вот такой, в урбанистический объект. Мы жили в подсоседстве, в подсоседстве встречались много раз. С женщиной, которая... Да. Уверенная в себе, довольная. И как-то это все поддерживается таким жарким, теплым колоритом. Ну, это колорит исходит из отношений цветовых, таких как цвет оранжеватый, цвет поля гретичного и красной копты. Гретиха – это российская такая культура, которая на всей России, она и сейчас в почете, и в большой потребности. И поэтому цвет такой у них радостный, озвученный, нарядный, как бы выручающий в наше население вот разных бед и напасти. Когда я увидел саму мандалу, то есть это такое схематическое, сакральное изображение, которое, ну, очень часто в всяких практиках и религиях интерпретируется как схема мира общая. То есть вот, и она наполняется там, ну, там, по-начале там тем, тем, тем. И вот я решил соединить схему мира и схему вот этого нашего цифрового, так скажем, ну, цифровой современности. Да, в данной ситуации просто вот выйдешь на улицу, человек идет, он просто либо в телефоне постоянно, то есть он даже не видит, что происходит, либо если он пришел домой, он как машинально включает телевизор сразу или залазит в интернет. То есть это вот такие площадки сейчас. И, ну, я просто из детства еще помню, когда сидишь, лежишь, смотришь, смотришь, раз, все, гаснет, сетка и пискает. И все, и все закончилось. Мне звонит Дина Седова, которая работала, тот мне до сих пор работает на радио, говорит то, что Людмила Павловна Батохина, ей позвонила ветеран труда, говорит, что почему у нас есть памятники там крокодилу, есть памятники козе, нет памятника корове. И тогда Дина спросила, в чем дело-то, почему именно корове, ее что ели, она этим спасала-то во время войны. Она говорит, нет, мы на них вообще-то пахали. И, соответственно, я захотела сделать памятник необычный, памятник корове, кормилице, за которой люди выжили во время Великой Отечественной войны. И вдруг меня осенило то, что на самом деле, что корова, это ведь на самом деле не символ спасительницы, а символ человеческой благодарности. Что прошло столько лет, а бабушка, ну это же юбилей победы было, да, а бабушка до сих пор этой корове благодарна. И тогда уже возник память без плуга, без ничего, а именно захотелось просто сделать приятно этой самой бабушке. Вот, как бы отблагодарить ее за благодарность. Потому что это очень ценно быть благодарными. Это еще ценнее, чем выжить за счет кого-то. На ипподроме занимается группа ребят на лошадях. Ну это в Перми было. И вдруг я увидел просто в тренировочном костюме девушка скакала на лошади. И такое ощущение, как будто юность какая-то вот идет по жизни, юность скачет на лошади. Легкость. Единение природы, там, единение лошади с человеком. И на этом фоне возникла такая, собирательный такой образ. Может быть даже немножко цирковой. Ну да, это не традиционно, кстати, у лошади, но захотелось вот такое стремление показать, что это все скачет неудержно. Потом ведь уже как-то в возрасте человек останавливается, что-то обдумывает, оглядывается, смотрит на все. А тут просто неудержно. Весь смысл этой скульптуры в научном подходе. То есть я, мне моя бывшая жена Мария Салатова подсказала, ну, нашла в интернете информацию о фрактальной геометрии. Вот. И изучив ее, я сделал в своем творчестве рывок. И благодаря фрактальной геометрии у меня получилось создать скульптуру, которая вообще не отличается от живого существа. То есть она из фракталов собрана, из одинаковых элементов, из одинаковых деталей. Там фрактальная геометрия позволяет мне производить никаких математических расчетов. Скульптура сама собирается. Я стараюсь объединить обыденную реальность и художественную, чтобы они собрались в единое целое. Последним трамваям это в полной мере удалось. Все участники – это обычные пассажиры. Все оплатили свои билеты, заняли свои места. Сам трамвай, он тоже стал действующим лицом. Он покачивается, и танцоры тоже это чувствуют. За окном сменяются декорации. Шум трамвая, он очень сильно задавал ритм, это песен. То есть, когда двери открываются, двери закрываются, это же ритм, как стучат колеса. Кондуктор, который выполнял свои обычные должностные обязанности, как он встает с места, подходит к пассажиру, он попал в кадр, и он тоже стал, он наравне с танцорами, которые производят изначально художественные действия. Но его действия, они тоже становятся художественными. Это партия кондуктора. Мы исследовали возможности существования, бытия в обычном нам всем известном трамвае. Вот он сделал почти все буквари, переиздал его под его началом, под его художественным почерком, его именно. И сейчас я наблюдал, как он с трудом это все постигал, вот это искусство, детское искусство для детей, искусство для детей, книжную графику. Вот на этих, на выставке представлена некоторая часть его работ, посвященных книжной технологии. Ну, в основном, они делали тогда, у нас в республике не была развита так, как, какая графика такого станкового характера, как виногравюра, печатная. Поэтому все работы выполнены вручную, тушью, пером, варсью. Как обычно, я на лодке, у меня и спиннинги, и этюдник. Я уезжаю порой, это на день, так все вместе я нахожусь. Ну, принцип моей работы. Я делаю просто эскиз, так? Ну, этюд, будем говорить. Не эскиз, а этюд. Даже не знаешь, что это будет потом. Но если этот этюд у тебя как-то остается в голове, даже не этюд, а то состояние, что ты писал на природе, значит, я начинаю что-то делать. Потом, вот смотрите, там идет буксир. Это же не было на этюде, предположим. Это все случайно. Это может пролететь какая-то чайка. Я не знаю там, что. Вот это все потом как-то этюд-этюдом, а потом складывается так. Ну, будем говорить, что это концепция какая-то, мой этюд. Я могу в разную сторону уйти. Ну, вот это у меня отдельный мой проект, который связан с деревянной скульптурой. В принципе, это, ну, как продолжение традиции деревянной скульптуры русского севера. Она, конечно, посвящена вот именно вот христианской тематике. По мотивам иконы, как я, в общем-то, люблю все деревянные скульптуры, по мотивам икон, в скульптуре два времени изображено. То есть, Иоанн Креститель как бы стоит с головой и в руках держит свою же отрубленную голову. То есть, он как бы одновременно находится, как бы, ну, без времени, ну, то есть, как бы, целиком и с головой своей на блюде. Мне было, ну, как бы, как некое собственное воцерковление, то есть, как, ну, некий процесс познания христианской культуры через, вот, через работу с какими-то вот образами. Он всегда в человеке старался найти его внутреннее состояние, его характер, его настроение. Он всегда старался увидеть лучшие стороны человека. Ведь художник – это не фотограф, это творчество, ну, хотя и фотография тоже творчество, но это статическое творчество. А так изобразительное искусство, оно так должно показать все черты человека, все его грани. Он в этот период, где-то так за год, за два до смерти, перешел, так, наработал пастелью, так и с ангиной. Новая техника, с ангиной, так и пастель. Это цветные мелки, и у него отлично выходило, от слов нет, так настолько это впечатлительно, так настолько это такие, так оттенки нежные, и так настолько выразить состояние лица, характер. Как бы образ, он настолько какой-то мимолетный, и какой-то это всегда что-то очень, что-то, что нащупывается в процессе. То есть, ну, есть какой-то эскиз всегда, да, есть какое-то понимание, что да, я вот увидела эту картинку, я точно ее хочу сделать. Серия «Ищи меня в цветах», ну, как бы проект, да, он был посвящен, в общем, женской идентичности, розовому цвету, вертильности, вообще, там, поиском себя, женщины как поиск себя. И цветы, это была такая некая аллегория, то есть цветы, именно домашние растения, которые символизируют тоже, как бы, некоторые, ну, именно такую домашность женщины, то есть женщина, которая живет дома, она очень часто заводит себе комнатные растения, и, в общем, это такое некоторое, как линия. Работа сделана, на самом деле, из совершенно разрозненных фрагментов, и она вот собрана из этого, как, ну, как вот язык состоит из букв, слов и так далее, и она вот тоже, она собрана из предметов, из фрагментов таких малозначимых, ну, каждый фрагмент сам по себе ничего не значит, да, ну, или мало очень значит, но вот в этом суммарном сложении он представляет уже, как интерес, как все мы являемся, ну, частью чего-то целого, какого-то, да, социума, народа, нации, семьи и так далее, то есть можно вот эту всю ситуацию рассматривать, как попытку, что ли, создать нечто новое из того, что уже было, то есть из контекста, то есть вот я ничего этого сам не делал, я это собирал, да, как-то каким-то образом, ну, или собиралось оно там. Конкретно работа не называется, это у меня серия джаз, просто вот так вот получилось, что выбрали одну работу, как раз в этой серии изучаю черный цвет, черный цвет, потому что многие художники не используют открытый черный цвет, а мне он кажется наоборот, вот эта монохромность, его текстурность черного цвета, потому что, если жидко проложишь его, он серый становится, более густо, он такой бархатисто-синий, конечно, зависит от оттенков черного, да, ну, здесь вот такой вот чернокожий афроамериканец, который, вот он трубачий, вот он такой улыбается, немножко нарушил я его пропорции, нарочно вытянул, ну, как художник, чтобы линия такая более тягучая была. Очень интересна для меня вот эта, как бы, тональность, черное на черном, да, получается, черное лицо на черном фоне, и вот эта белозубая улыбка, вот на этом контрасте, она меня, как художника, конечно, не могла не заинтересовать. Я только смутно могу предположить, что там я где-то пытался совместить джаз Джека Кировака с удмуртским этносом, не знаю, что получилось, но, в общем, как-то вот такое что-то было. Ну, это было очень давно, и мне, как бы, сложно вспоминать. В то время существовала галерея «Март», в 2003 году там была моя выставка, она называлась «Экскурсия», там было 14 работ, все они были одного размера, они посвящались городу Ижевску, плюс к каждой работе был своеобразный комментарий, как бы историческая справка. Вот, допустим, эта работа «День города», там было написано, что первый день города был отмечен 12 июня 1988 года. В видеоарте «Амэр Вод» переводится как «Мираж» или как «Видение». Там такая универсальная тема о удмуртской мифологии, о том, что у удмуртов есть три главных божества, и как бы есть у них три тотемных таких дерева, можно сказать, это как антенна, через которую можно поддерживать связь вот с этими богами. Но, выезжая в деревню, я думал, что там еще что-то есть такое интересное, но там люди тоже забыли уже про все это, и, в общем-то, воспринимают вот эту всю мифологию удмуртскую просто как сказочки для детей. И поэтому приходится с ними как-то разговаривать. Ну, кто понимает, тот понимает, кто нет, тот идет дальше, ложится на диванчик и смотрит очередной сериал. Продолжение следует...